В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Чтобы помнили, Саров присоединился к акции «Диктант Победы». Более 500 участников из 30 городов России в Сарфодине Яумифи прошел день открытых дверей. Улицы студенческого спорта «Здоровая нация». Саровчане могут проголосовать за спортивные мастер-классы. Далее расскажем по всем подробно. Прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о прошедшей войне и ее героях. Саров вновь присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы». На нескольких площадках в разных районах города любой желающий мог проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Подробности далее. В этом году международный исторический проект «Диктант Победы» состоял для участников из 25 заданий на тему событий Великой Отечественной войны общефедерального и регионального значения. В бланке были вопросы тестового и открытого типа. На выполнение работы организаторы дали 40 минут. В школе номер 12 ученики ежегодно пишут диктант в рамках масштабной акции, чтобы проверить свои знания истории и отдать дань памяти военному прошлому Родине. В организации мероприятия в школе помогали и ребята-волонтеры. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен знать историю своей страны и конкретно то, что произошло в период с 41 по 45 года. Это Великая Отечественная война. Это нужно знать за тем, чтобы ни в коем случае этого не повторилось и обеспечить, так сказать, связь поколений. Сложно, но всегда интересно протестировать себя, попробовать свои возможности и всегда есть к чему стремиться. Это как раз шанс понять, что нужно подтянуть в курсе истории. По сложности задания, ну, некоторые среднего уровня, некоторые, конечно, на подкорку памяти не сильно вспоминаются, и поэтому какие-то я просто не помню. Вот. И по возможности вспоминаю, отвечаю. В 12-й школе в диктанте победы участвуют в основном старшеклассники, которые интересуются историей России или собираются сдавать на экзаменах профильный предмет. В этом году написать диктант изъявили желание около 25 ребят. Мероприятие проходило параллельно в двух аудиториях. Интерес к исторической акции проявляют и педагоги. Очень интересные задания. На самом деле, даже в процессе выполнения этого диктанта узнаешь много новой какой-то информации. Есть разные задания и попроще, связанные с песнями и с городами воинской славы, да, и городами-героями, и известными людьми. В этом году диктант победы проводится в юбилейный, пятый раз. Акция охватывает все регионы России и зарубежные страны. Всего по Сарову открыли 9 площадок на базе школ. Написать диктант может любой желающий и в режиме онлайн. На сайте диктантпобеды.рф. Я тоже хотела написать диктант победы вместе с ребятами, но, посмотрев тестовые задания, я поняла, что не справлюсь. Вопросы предполагают обширные знания по истории Великой Отечественной войны. Все участники в конце диктанта получили сертификаты, а 20 федеральных победителей исторической акции получат приглашение на Парад Победы и памятные призы. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Сарфатыни Яумифи прошел день открытых дверей. Познакомиться с нашим вузом приехали почти 500 старшеклассников из 30 городов. В этом году география традиционного мероприятия расширилась за счет Ешкаралы и Краснодара, Воткинского икса. День расписан по минутам. Насыщенную программу Саровский физтех подготовил для иногородних школьников. Каждую весну для будущих абитуриентов из разных городов проводят день открытых дверей. На месте они могут разобраться во всех деталях поступления, узнать, что вуз предлагает иногородним студентам, расспросить тех, кто уже учится в Сарфаты и познакомиться с преподавателями. Для ребят это также уникальная возможность познакомиться с закрытым городом. Нам рассказали о разных направлениях, лабораториях. Я с детства увлекаюсь электроникой, всякие провода люблю. Нам говорили тоже про этот специалитет. Там автоматика, электроника. Я увидел очень много плат, но мне очень сильно загорелось желание поступить туда. Город очень интересный. С самого первого впечатления с такой закрытностью и строгой охраной сложилось впечатление, что уже будет что-то серьезное. Мне показалось город очень необычным. Здесь много старых домов, также и новых домов. И жилые дома идут в перемешку с лесополосой. В этом году в Сарфаты приехало больше 500 школьников из 30 городов и населенных пунктов страны. Впервые Саровским физтехом заинтересовались учащиеся из Краснодара, Ёжкоролы, Выксы, Вятских Полян, Княгинина, Воезнова. Учащихся поделили на 30 групп. У каждой свое расписание, чтобы любой ученик мог задать педагогам, студентам и организаторам все интересующие вопросы. Наша визитная карточка – наше новое общежитие, где в каждом блоке есть кухня, стиральная машина, холодильники. Так, конечно, мало какие студенты живут, но наши студенты особенные, ведь мы базовый вуз Российского федерального ядерного центра в НИЭФ. И поэтому наши студенты должны, конечно, иметь хорошие условия для проживания, для учебы. У нас большое количество научных лабораторий, большое количество учебных лабораторий. И они сегодня все должны это посмотреть, чтобы осознанно выбрать то место, где они будут учиться. О истории вуза, его структуре, основных направлениях работы, опытных преподавателях и значимых достижениях школьникам рассказала руководитель СРФТИ Анна Сироткина. Нюансы подачи документов, прохождение вступительных испытаний и количество бюджетных мест раскрыла секретарь приемной комиссии Ирина Суворова. По традиции слово предоставили и бывшим выпускникам вуза. Вы знаете, день открытых дверей называется. На самом деле получается, что для вас это пока приоткрытые двери. Вы можете заглянуть, но еще не обязательно, вы в нее войдете. И дело даже не в вашем желании, а в ваших возможностях. Вам предстоят экзамены, вам нужно их хорошо сдать, чтобы попасть сюда, в Саровский физтех. Рассказали гостям и о насыщенной студенческой жизни физтех, о работе объединений, успехах спортсменов, волонтеров, активистов. Основополагающий пункт выбора высшего учебного заведения – трудоустройство. За 10 лет больше 90% выпускников находят работу в ядерном центре. Российский федеральный ядерный центр – это часть Роскорпорации. Мы представляем ядерный оружейный комплекс. Нам в этом году 77 лет. Изначально предприятие действительно решало очень серьезные задачи того времени, далеких, 40-х годов. Это ликвидация на поле США, на обладательное вооружение, потом развитие системы вооружения, совершенствования. И сейчас мы крупнейший научно-технический центр обеспечения национальной безопасности. Завершили торжественные мероприятия общей фотографией на крыльце драмтеатра. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саровчане могут бесплатно получить новую специальность. В России продолжается обучение в рамках национального проекта «Демография». Ознакомиться с условиями участия в программе и подать заявку можно на портале «Работа России». Бесплатное обучение доступно некоторым категориям граждан. В их числе безработные, люди в возрасте 50 лет и старше, женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и так далее. Пасмурно и дождливо будет в Сарове на первые майские праздники. В субботу температура воздуха днем поднимется до плюс 20, и возможен дождь. В воскресенье осадков не обещают, но при этом похолодает до плюс 14, а небо затянут облака. Самым холодным праздничным днем станет понедельник, 1 мая. Днем воздух прогреется до плюс 11, и будет идти дождь, прогнозирует ГИСМЕТИО. В КБ номер 50 рассказали, как в празднике будут работать поликлиники. 29 апреля поликлиника номер 1 работает для всего взрослого населения. С 8 до 15 часов прием ведут дежурные врачи, терапевт и хирург. Будет открыт процедурный кабинет. Медики оказывают неотложную помощь на дому. Вызовы принимают с 8 до 13 часов по телефону 8 800 555 24 45. Поликлиника номер 1 не работает 30 апреля, 1 мая. Поликлиника номер 2 не работает с 29 апреля по 1 мая. 29 апреля в детской поликлинике с 9 до 12 часов прием ведет дежурный врач-педиатр. Будут открыты дневной стационар и процедурный кабинет. 30 апреля 1 мая детская поликлиника не работает. 29 апреля стоматологическая поликлиника работает по субботнему графику с 8 до 13 часов. В остальные дни в больничном городке будут оказывать только экстренную стоматологическую помощь. С начала года по всей стране стали фиксировать случаи заражения корью среди детей и взрослых. Первая вспышка была обнаружена в январе в Новосибирской области. Информация о заболевших поступает из Саратовской, Волгоградской, Кемеровской областей. А также из Башкирии. Кроме того, известно о вспышке кори в Санкт-Петербурге. В апреле вирус зафиксировали и в Нижегородке. Как обезопасить себя от этой болезни, расскажем далее. Единственный зафиксированный в апреле случай заражения кори в Нижегородской области распространения не получил. Благодаря вовремя принятым мерам вспышки удалось избежать. Поэтому чагу карантин уже закончился. Однако в наш регион кори еще могут завести. Когда медики приходят в выходные, в вечернее время и предлагают вам привиться от кори, значит, скорее всего, идет работа по чагу. Не надо здесь удивляться, не надо здесь подать какую-то агрессию, панику. Надо просто понимать, есть ли у вас прививка от кори или нет. Если вы уже взрослый человек и не помните просто, была вообще в вашей жизни прививка или нет, то лучше ее сделать. Потому что иногда идут такие рассуждения. Ну, я же в Советском Союзе родился, я точно привит. Если вы природитесь в Советском Союзе, вы, скорее всего, точно не привиты. Либо вы болели, либо вы имеете иммунитет от того, что вы общались с больным. Как раз если вам меньше 35 лет, то, скорее всего, прививка у вас есть. В те годы активно прививали. Охват прививками современных детей тоже достаточно высокий, порядка 98%. Но есть категория ярых антипрививочников. Медики призывают в то время, когда есть высокий риск завоза инфекции, пересмотреть свою позицию. В любом случае, сейчас надо подумать о том, что риски есть за пределами региона, как в России, так и за рубежом. И те, кто планирует выезжать на отдых, о прививке надо подумать уже сейчас. Потому что, опять же, напоминаю, для того, чтобы иметь иммунитет, необходимо как минимум 2-3, а еще лучше 4 недели. Поэтому всем всегда рекомендуют месяц давать на выработку иммунитета. Корь передается воздушно-капельным путем. То есть, при разговоре с заболевшим, даже от одного чиха, не имея иммунитета, человек заразится. Кроме того, вирус кори может разноситься с потоком воздуха. К примеру, если на лестничной клетке живет человек, заболевший этой инфекцией, соседи могут инфицироваться даже без прямого контакта. Раньше корь считалась детской болезнью, но сейчас она поражает и взрослых. Возникла проблема вот именно сейчас. Потому что появились, как сейчас принято говорить, трудовые мигранты. Просто сейчас очень много эмигрирующих населений из стран ближнего зарубежья, так принято сейчас говорить, в которых не так-то хорошо была поставлена работа по вакцинопрофилактике против кори. Еще одна болезнь, которая поднимает голову – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это эндемичное для нас заболевание. Чаще всего его и регистрируют весной, когда люди приезжают делать сборку на свои дачные участки или в гараже. В качестве источника заражения выступают грызуны. Инкубационный период геморрагической лихорадки – около трех недель. Коварно, наверное, тем, что в первую очередь клиника, именно симптоматика, соответствует респираторной инфекции. То есть такое ощущение, что вы съездите в мальские праздники на дачу, вернулись, вас продуло, и вы, больные с ОРВИ, лечитесь из домом аспирина. Затем начинают тянуть поясницу, появляется сыпь и проблемы с мочеиспусканием. Вызывает лихорадку хантавирус. Он поражает мелкие кровеносные сосуды, почки, легкие и другие органы. Заболевание без лечения приводит к 80-процентной смертности. Медики призывают при уборке помещений, где могут быть мыши, использовать респиратор и не вдыхать пыль. При появлении симптомов незамедлительно необходимо обратиться к врачу. Проект «Улица студенческого спорта. Здоровая нация» проводит голосование. В каких районах Нижегородской области амбассадоры проекта проведут спортивные мастер-классы? По его итогам определят топ-10 городов-победителей. Как отдать голос за Саров, расскажем далее. Воркаут, паркур, брейкданс, скейтбординг, акробатика и жонглирование. Уличный спорт – сегодня популярное и активно развивающееся молодежное направление. Освоить эти виды спорта помогают активисты из Нижнего Новгорода, участники областного проекта «Улицы спорта». В наш город они приезжали в прошлом году на открытие площадки молодежного центра. В этом году наш город они могут посетить вновь. В том году появился интересный нижегородский проект «Улиц спорта. Здоровая нация». В том году они к нам приезжали составом на открытие площадки молодежного центра. В этом году они проводят очередную серию выездных спортивных фестивалей. Сейчас идет голосование с 17 апреля по 28. Мы прошли первый этап благодаря комментариям. Сейчас нужно обязательно проголосовать за Саров, чтобы они опять к нам приехали и выступали с различными мастер-классами. Населенные пункты региона, в которых пройдут бесплатные мастер-классы и показательные выступления уличных спортсменов, выбирают путем рейтингового голосования. В общем списке 40 претендентов. По голосам участников выберут 10 финалистов. Чтобы проголосовать, нужно перейти по ссылке в группе проекта «Улицы спорта. Фестивали. Здоровая нация». Подать заявку, дождаться ее одобрения, затем отдать голос за Саров. «Ребята активно продвигают уличный спорт. Очень много направлений. То же самое наш любимый знакомый – воркаут. Если кто хочет не только увидеть атом воркаут, но и нижегородский представитель других любых видов спорта, голосуем очень активно. Будьте зожжено, спортивно, молодежно». Голосование продлится до 28 апреля. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова